Что случилось с фигурой Ивлеевой на неделе моды? Подписчики принялись бить тревогу, когда увидели Настю в новом образе от Прада. Использовала Ивлеева запрещенные препараты, и как ей удалось так сильно похудеть? Рады приветствовать вас на канале Фитстарс, друзья! Стартовой площадке ваших побед в дисциплине красоты и здоровья. И сейчас обо всем по порядку. Вам наверняка знакома Настя Ивлеева. Это имя, которое находит отклику миллионов людей по всему миру. Имея 18 миллионов подписчиков на своем основном аккаунте в Инстаграм и более 7 миллионов подписчиков на личном аккаунте, она прочно зарекомендовала себя в списке наиболее узнаваемых медиаперсон. Все, кто стремятся обрести стройное тело, точно знают, что это забота не одного дня или нескольких недель, а ежедневная кропотливая работа над собой, как на физическом, так и на духовном уровне. И на быстрые результаты в таком марафоне рассчитывать не стоит, иначе в изнуряющей весогонке можно растерять не только лишние килограммы, но и, как правило, драгоценное здоровье, наряду с естественной природной красотой. Вообще, разница до и после таких экстремальных метаморфоз особенно хорошо различима, когда мы говорим о ком-то известном, чья фигура и привычные пропорции уже успели устаканиться в памяти. А профили анфас то и дело мелькает в интернете и на ТВ. Ивлеева не только популярная телеведущая и блогер, но и успешный предприниматель. Правда, последние обстоятельства она редко афиширует. А между тем, за 2022 год на газировке и чипсах звезда умудрилась заработать 445 миллионов рублей. Именно такую сумму задекларировала Анастасия Узенюк. После развода Ивлеева сохранила фамилию бывшего мужа, рэпера Элджея, и во всех документах проходит именно под ней, но ближе к сути. В конце сентября Настя шокировала своих поклонников, опубликовав свежее видео в Инстаграм с прошедшей недели мод в Милане, где состоялся показ новой коллекции Прада, куда российская блогерша приехала по специальному приглашению. На модный показ телеведущая пришла с черными губами, в больших очках и черно-белом наряде от Прада. Откровенно нездоровую худобу поклонники встретили в комментариях остро. А вот сама Ивлеева явно в восторге от своего нового образа, который охотно демонстрирует всем фанатам в своих соцсетях. 32-летняя инфлюенсерша рассказала, что весной заметила набранный лишний вес, от которого начала избавляться в мае, и продолжила в течение лета во время съемок в кино. Ранее она уже выкладывала два снимка в белой майке до похудения на 14 килограммов и красных мини-шортах. На одном из них знаменитость предстала с округлившимся лицом и животиком, а вот на другой с тонкой талией, стройными ногами и выступающими скулами. Далее цитата. «Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить? А с другой стороны, мы же люди, живые организмы. Грустим, жрем, страдаем, пьем, и никто не застрахован от печали. Короче говоря, с кем не бывает. Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а также ментальном и физическом здоровье», отметила 32-летняя звезда соцсети в личном блоге. Пока доподлинно неизвестно, благодаря чему Насте удалось вернуть себе стройность. Ясно лишь то, что сейчас она вполне довольна своей фигурой. А как считаете вы, какими методами пользовалась инфлюенсерша для достижения такого, мягко говоря, агрессивного результата? Некоторые эксперты сходятся во мнении, что всему виной интервальное голодание. Возможно, вы слышали об идее «вообще не есть, чтобы похудеть». Звучит как-то безумно, правда? Что ж, оказывается, это не такая уж и блестящая идея. Когда вы едите недостаточно, ваш организм не получает необходимых ему веществ, таких как белки, углеводы, жиры, минералы и, конечно же, витамины. Это все равно, что пытаться участвовать в забеге без обуви. Не лучшая идея. Вам следует рассматривать голодание только под руководством врача или диетолога. Они помогут вам определиться с правильными целями и типом голодания, подходящим вашему организму. Поверьте, они знают свое дело. В противном случае строгие диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Мы ведь хотим быть здоровыми, а не голодными. А теперь простыми словами о сложном. Помните присказку «пухну с голоду». Вот когда вы морите себя голодом, ваше тело нервничает и переходит в режим стресса. Вместо того, чтобы сжигать калории для получения энергии, оно начинает их накапливать. Ваше тело говорит «Эй, мы не знаем, когда снова получим еду, так что давайте-ка вот эти калории я придержу у себя. И эти. И вот эти. На всякий прожарный». Это не совсем тот план по снижению веса, который нам нужен. Не так ли? В гонке по снижению веса побеждает... Медленный и устойчивый подход. Кратковременное голодание может помочь вам сбросить несколько кило. Но если вы будете продолжать его слишком долго, ваша потеря веса замедлится. И угадайте что? Как только вы снова начнете есть, бац! Лишние килограммы возвращаются быстрее, чем вы успеваете сказать «голодный». А ведь мы хотим быть в форме, а не кататься на американских горках с набором и потерей веса. Также не забывайте, что витамины и минералы – наши друзья. Голодание категорически запрещено, если вам не хватает витаминов и минералов. Это не заставит их появиться волшебным образом. На самом деле это может усугубить ситуацию, нарушив способность нашего организма вырабатывать БЖУ. А они нам еще ой как пригодятся для получения энергии. Поэтому если вы уже худощавы, голодание не принесет вам никакой пользы. Но может повредить надпочечники, которые помогают регулировать стресс в организме. Если они недовольны, у вас могут возникнуть проблемы со сном. А отсюда стрессовые реакции и, как следствие, серьезные проблемы со здоровьем. Не стоит расстраивать этих маленьких ребят. К тому же, голодая, у вас падает уровень глюкозы. То самое топливо, на котором трудится наш мозг. Если у вас диабет, это может вызвать не только уныние, но и потерю сознания, а также гипогликемическую кому. Давайте будем поддерживать наш организм здоровым и счастливым. Дамы, сейчас особое внимание. Голодание может нарушить менструальный цикл. Чем больше вы голодаете, тем больше вероятность сбоев. Так что, если вы планируете в ближайшее время завести ребенка, голодание сейчас может быть не лучшей идеей. Вдобавок, проблемы с желудком, такие как панкреатит, холецистит и гастрит, могут ухудшиться при голодании. Это означает, что вам, возможно, придется голодать еще больше, соблюдать строгие диеты и принимать лекарства. Давайте избегать этого, ладно? Прежде чем даже подумать о голодании, важно подготовить свое тело. Постепенно сокращайте тяжелую пищу в своем рационе в течение нескольких недель и ешьте маленькими порциями. А когда вы закончите голодание, медленно вернитесь к своему обычному режиму питания. Помните, что всегда полезно иметь рекомендации врача на протяжении всего этого процесса. И вот еще один бонусный, но очень важный совет. Перед началом голодания сделайте анализ крови, чтобы проверить уровень глюкозы и холестерина. Это может помочь обнаружить любые скрытые проблемы, при которых голодание противопоказано. Итак, друзья, выводы из вышесказанного можно сделать следующее. Голодать и морить себя экстремальными диетами – это не лучший способ похудеть. А чужой успех, хоть и может очаровываться, не всегда будет являться благополучным подходом для вашего здоровья. Лучше всего сосредоточиться на сбалансированной диете и индивидуальном подходе к тренировкам. Какие упражнения подойдут конкретно вам, мы рассказываем подробнейшим образом на fitstars.ru. Переходите по ссылке в описании под видео, применяйте промокод на скидку 70% специально для подписчиков канала и становитесь лучшей версией себя. Любим вас! До новых встреч!